Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Попрошу минуточку внимания, значит объявляю порядок нашей работы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие 12-й батареи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слава Украине! Дорогі друзі, мені дуже приємно всіх вас вітати з цим святом. Хочу вас запевнити, що я як народний депутат робив, буду робити все, щоб подвиг кожного з вас не був забутий. Ми сьогодні вмічаємо першу річницю створення батальйону. Взагалі за такою військовою традицією, за військовою наукою, бойовим підрозділом стає тільки після 25 років з часу його утворення. Отака теорія. АПЛОДИСМЕНТ 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 Ні уйти Ні уйти АПЛОДИСМЕНТ Бойцы знают, о ком мы говорим. Я бы очень хотел, чтобы все Збройные Силы поднялись на этих настоящих патриотов, взяли самое лучшее и донесли эту светлую память до победы. Тяжело говорить. Слава Украине! Все знают, да? Повод остался, и 42 человека вместе с ним осталось живых, только трое уходило. Двое раненых, один не раненый, и переправляясь через речку, один утонул. Двое дошли до штаба и рассказали все, как было. Увоз сказал, что мы позиции оставлять не будем, приказов вступать нет. Доброго дня всем. Я очень благодарна вам всем за то, что вы нас знаете, помните, за то, что каждый своим словом и каждый день вы помогаете жить нам, мне, моему сыну. И я еще раз безумешно благодарна всем за память и за то, что вы делаете для моей родины. Я всем вам желаю, в первую очередь, мира, мирного неба, солнца и счастья вашим родинам. Только хороших новин вам в семью, любить, бережить себя, родных и Украину. Дякую. Кто из нас пришел в доброволце, кто из того штурма. КОНЕЦ Это наш командир из родов, которые по первой волне уволились. И один замкомандира роты. И один командир. И один командир. Командир. Который не уволился, он не уволился, он военкомат. Так, все. Бедолага. Зал. Потому что вы понимаете, что фотографии нужно давать. А лучше видео. Чем это лучше? Чем фотографии. Янухан Андрій Станиславович. Назаренко Вячеслав Викторович. Ну и, звісно, Касавчук Валатий Анатольевич. Тараненко Дмитрий Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ И Самчук Константин Володимирович. СВІГУН Роман Володимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ И КУДИ ЖМИЗБЫ Росвітній Григорий Игорович. ПОСМІТЦІХА ИГР СТАНИСЛАВИЧ. ГОЛОДИСМЕНТЫ Голосницкий Степан Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ КОТЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ. О, ГОЛОДИСМЕНТЫ ОМАЛЬЧУК ОЛЬГА ИВАНИВНА. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дименко Павло Олександрович Боднар Олександр Валерійович Яковенко Сергій Володимирович Костян Ілля Павлович Олександр Вікторович Ритул Олександр Олегович Путовенко Егор Миколаевич Воротаєв Олексій Юрьевич Головатюк Павло Євенович Нікифоров Олександр Сергійович Хоржевський Дмитро Віталійович АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мамула Роман Михайлович Мудиченко Володимир Володимирович Іщенко В'ячеслав Леонідович Гуляєв Андрій Юрьевич Полунаєв Євген Володимирович Мара Ігор Петрович Терещук Олег Сергійович Ролоденко Леонід Михайлович Брасол Олег Олександрович Бондаренко Юрій Григорович Олійник Юрій Шидиев Валерій Іванович Сосницький Олександр Валентинович Гаврилюк Олександр Володимирович Мищенюк Петро Миколаївич Лещук Дмитро Миколаївич Костин Андрій Олександрович Нитченко Володимир Петрович Погорелов Ярослав Павлович Мельниченко Мегола Станиславович Танкови Сергій Миколаївич Танцюра Андрій Валерійович Натало Валерій Павлович Кравченко Євген Олександрович Пишевець Ігор Анатолійович Семенчук Микола Юрьевич Качук Євген Васильович Березинець Юрій Володимирович Гуляйко Миколаївич Маркс Євген Ігорович Святинський Станислав Станиславович Смоленинов Олександр Сергійович Мамчик Сергійович Танцюк Олександр Григорович Романець Фриланси Сень Борис Євгенович Филипів Микола Ілліч Біляєв Андрій Юрьевич Жангуланов Азарат Магомедович Козненко Віталій Валентинович Козненко Віталій Валентинович Козненко Віталій Валентинович Голок Олександр Сергійович Токарєв Віталій Валентинович Мельник Олександр Дмитрович З Лондон Ковельня Максим Володимирович Семенюк Микола Олександрович Прихожив Бомтан Миколаївич Павлічук Олександр Юлійович Микола Олександр Юлійович Мартиненко Максим Олександрович Я вам говорю Микола Олександр Юлійович Микола Олександр Юлійович Микола Олександр Юлійович Панічкин Олександр Юлійович Головінченко Михайло Олександрович Володимир Миколаївич Драбатун Євгеній Ігорович Гніденко Вадим Олександрович А тепер Дерун Олександр Станиславович Грибеневич Миколаївич Дерій Анатолій Миколаївич Гузенко Ігор Олександрович Дмитру Олександр Юлійович Дмитру Олександр Юлійович Гуляйко Михайло Миколаївич Дитченко Олександр Юлійович Губен Микола Дмитрович Было, есть и будет, что мы провели, воевали вместе с вами, защищали и выполняли свой конституционный долг. Спасибо большое хочу сказать вашим родителям, нашим родителям. Хочу сказать большое спасибо волонтерам и достойным офицерам и солдатам украинской армии. Спасибо большое. Мы лучшие. Так, еще желающий. Так, Давидюк Артем Володимирович. Я предлагаю к обязательному слову. Ващий рік, хвилини своего життя. Однозначно ви для меня всі героями. Наверное, вы знаете, как мы демобилизировались. Мы не поклали рук. И после победы, будущего, и вкладывания в эту победу врагов, мы занимаемся еще тут разбудованием нашей Батьковщины. Вы знаете, что есть такая створена Киевская міськая спелка ветеранов АТО. Сегодня эта Киевская міськая спелка мает певные достижения в плане того, что мы открыли информационное АТО в Киевской міськой администрации, потому что у нас не было фактически, где находиться. Мы их змусили это сделать. И там, где надается информационная допомога, в первую очередь, ветеранам и их семьям. Там надается юридическая допомога. Багато хто из вас уже, напевно, там был в этом 115-м кабинете. Однозначно вижу, что никто лучше за нас не знает, что нужно делать. Однозначно знаю, что именно мы знаем войну не по телевизорам. Поэтому я всех агитую гуртуватися. Гуртуватися, возможно, не на базе этой спелки, если у кого-то есть свои там видения, но в любом рубашке мы должны быть вместе. Разом сила. Ребята, у нас есть в зале те, кто получили посвящение, но не взяли талон. Спасибо. Что хотелось бы сказать или напомнить, или вспомнить все вместе. Это первые дни, когда нас всех призвали. Мы говорим о первой, второй волне мобилизации. Вспоминая эти дни, когда мы встретились все в Десне, я пришел немножко позже, там на пару дней, когда уже взвод мой был сформирован, третий взвод первой роты. И вспоминаются те лица, люди, не понимающие абсолютно ничего, что они здесь делают, для чего их собрали, и что предстоит дальше. Все наполовину перепуганы, наполовину все уже служили один раз. Вроде бы как все все знают, все умеют. Потом шла подготовка, как мы это понимали. Особенно запомнилось мне упражнение для принятия положения для стрельбы лежа. На 7 счетов. Подавляющее большинство их помнит. Мы только занимались, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, легли, встали, легли, встали. То есть это была у нас основная задача выучить. Немножко попозже мы уже тогда приезжали инструктора, показывали, рассказывали. Кто-то старался, кто-то смотрел, учился, но все равно мы никто не понимал, для чего и что нас ждет. Даже приблизительно никто не понимал. Ни я, ни те ребята, которые были у меня в отзоре. Причем люди собраны из разных слоев. А ту компанию, которая тогда была, и я не понимал, в качестве командира взвода, как их направить или что с ними делать. Уже люди не маленькие, перевоспитать их невозможно. Ну, во всем плохом надо искать только хорошее. Что ты зараз? Да мы не решили. Сергей Викторович, запрошу вас за слово. Я... Пошли, я... Ты спокойно? Я... Что ты хочешь? Пошли. Домогай. Я... Что-то, ну, женщина не... Но вы что-то тянете. Шутка, шутка. Друзья, я хотел акцентировать, ну, акцентировать ваше внимание на одном маленьком аспекте. Среди 700 человек нашего батальона у нас жило три прелестные дамы. Давайте их поприветствуем. Я хочу сказать и от них для того, чтобы не говорилось, как бы не говорилось, наш батальон гідно и счастье выполнил те задачи, которые перед нами стояли. И это в видеорядке мы увидели. Я знаю, уверен, что, возможно, придут кращи, придут гіднейши. И не только для того, чтобы защитить нашу Украину, а для того, чтобы того врага, клятого супостата, выгнати из нашей земли. Они сделали то, что сделали наши деды в 45-м году. Вы знаете, я вчера был в Одессе, я сегодня вижу Киев, Секущий, который принял весну. Вы знаете, рік назад эти города не упустили врага, не упустили этот бардак, не упустили этот беспредел на свою землю, на свои улицы. Они упустили весну на свои улицы. И сегодня они имеют мир, они имеют спокойствие. Поэтому эта война, при помощи нашего певничного соседа, нашего старшего брата, который мы имеем, эта война является достаточно серьезным преосмисленным и очищением для нашей страны и для нашей нации в целом. Я думаю, что ни в кости не будет иллюзий по поводу нашего старшего брата, по поводу того, кто у нас враг, по поводу того, с кем мы воюем сейчас там на Сходе, кто нам сделал это. И вы знаете, когда спрашивают, а что стоит было, это у меня там Миколаево в Одессе, вот, хлопцы, а стоит было это все. Я говорю, дурню, посмотрите вокруг себя и скажите, стоит или не стоит. И те люди, которые туда пошли год назад, это, я вважаю, мне приятно с вами общаться, мне приятно тиснуть вам руки, потому что вы по-справжньому гидные люди. Я своим хлопцам сказал, не все могут это сделать. Наука менеджменту подсказывает, что только 10% способны вообще на любую действию, на любую поступку. Мне приятно в том, что именно в этом зале собрались все такие люди. Прикро и шкода за генушин. Вечная и светлая память нашим хлопцам. Дякую. Слава Украине. Героям слава. У Димури было очень интересное задание. Он должен рассказать в видео про раненых. Да, это прикольно. Я в первую очередь хотел бы сказать большое спасибо всем нашим бойцам, потому что реально ситуация в секторе по эвакуации раненых была очень печальная. Для того, чтобы выехать, забрать бойцов, нужно было сообщить в штаб, нужно было дождаться конвой, которого не было, какую-то поломанную бэху должны были дать в усиление. И после этого только конвой на эвакуацию мог выехать за ранеными. На самом деле мы эту схему немножко поломали. Мы начали гонять и носиться. Вывезли очень много своих бойцов. И что, в принципе, спасло им жизни своевременная эвакуация. Вывезли очень много раненых мирного населения. Это с Красного Яра, с Вергунки, со стороны села Желтого и так далее. Очень большое спасибо всем бойцам, которые занимались этим, которые были готовы заскочить в момент обстрела, забрать своих ребят и помочь в эвакуации. К сожалению, может быть, где-то на управлении вышестоящего уровня некоторые погибшие все-таки на их совести. Ребят можно было спасти, они вовремя были вывезены. Но, к сожалению, из-за того, что очень долго приходилось ждать вертушку, которая могла бы забрать, из-за этого у нас некоторые потери именно по этой причине. Вплоть до того, что наш батальон села Счастья ночью за приблизительно 40 минут доставляли кровь, плазму в город Счастья, были бойцы, по-моему, 128-й, три человека, которые были нетранспортабельны, врачи за них боролись, вертушку за ними не присылали. Наше подразделение ночью гоняло за этой кровью, я имею в виду 12-й батальон, они имеют в виду мой взвод. То, что делал мой взвод, они сами знают. В том числе мы обеспечивали эвакуацию раненых офицеров, разведподразделений различного уровня. Просто хочу сказать спасибо за то, что всегда можно было рассчитывать на именно наших бойцов. Мы вывезли, те, кто знают, мы вывезли очень много бойцов других подразделений в том числе. Иногда приходилось вплоть до того, чтобы практически бить в лицо командованию этого подразделения, для того, чтобы они отпустили бойца с текущей кровью из ушей и так далее, и говорили, это не нормально, оно сейчас у него пройдет, и все остальное. А потом случайно встречали этих ребят в Киевском госпитале, в других лечебных учреждениях. Они подходили, лица уже не помнишь, помнишь, вот просто у медиков можно спросить, вот у Оли и так далее. Ей сейчас назови травму, она скажет, откуда этого бойца привезли, не помня фамилию абсолютно. Ну вот, у медиков и тех, кто эвакуировали, помнят, что было поломано, перебито или что пришлось держать во время эвакуации. Спасибо, хочу сказать, очень большое своему взводу, всех, кто в какие-то моменты были прикреплены к моему взводу. Очень огромное спасибо. Ощущение вот этого чувства плеча рядом. Я с Дисней старался, чтобы оно так было, и понимал, что в любой момент, вернувшись с выезда, можно сказать, пять человек отдыхать, пять человек на выезд, неважно, ребята пришли с блока или чем-то занимались, кидали все, в течение двух-трех минут машина уезжала опять на рейд или на какую-то помощь там и все остальное. Дюманята, я горжусь вами. Слава Украине! Героям слава! У нас в госпитале «Счастье», ну, к сожалению, были такие периоды, когда Демура приезжал несколько раз в день, или что-то Демура давно нет, и он ездил с регулярностью чаще, чем в такси, потому что он действительно возил очень много. И у нас следующее слово, я девчонок предупрежу, чтобы они подготовились. Вспомнили о том, что девчонки работали в военном госпитале «Счастье». То есть все мы трое, и Татьяна, и я. И я попрошу их тоже сказать пару слов об этом. Ребята, очень приятно всех видеть в таком коллективе. Первое, что хочу акцентировать, свое внимание, это чтобы все сидящие в этом зале никогда не забывали наших погибших товарищей, всегда про них помнили. Второе, хочу пожелать нашим раненым товарищам, чтобы они побыстрее шли к выздоровлению. И третье, хочу обратиться ко всем сержантам и солдатам. Ребята, если бы не вы, то офицерский избы состав не только в нашем батальоне, ничего бы на данный момент такого не сделал. Ребята, спасибо вам. Приятно было служить с вами плечо к плечу. Хочу поздравить во второй роте капитана Беляка, у него 19-го числа родился сын. И там, где год по мобилизации добавлено еще полгода с сохранением рабочих мест и средней заработной платы, вот президент его подписал. Еще полгода вам служить, мужики, короче. И сейчас я вам зачитаю, зачитаю... Телеграмму. Значит, это конец. Блин, всегда переживаю, плохо вижу. На мое оружие сдали, нормально. Так, ну тут точно вот такого. Для забезпечения плановой ротации, замены військовослужбовцев, призваних на військовую службу, відповідно до указу президента України, від 06.05.2014 року, номер 454, про чистковую мобилизацію в Збройных силах України, проводятся заходы 5 черги чистковой мобилизації. За метою организации «Звольнение військовослужбовцев», призваних за мобилизацію в ходе 2 черги 2014 року, разработан проект указу президента України, та вчера нам догадили, подписание и опубликование которого ожидается 05.05. Это сегодня. «Звольнение військовослужбовцев» предбачено в травмі-липні 2015 року. Так, дальше. Водночас, вважаючи на терміни проведення 5 черги мобилизації, надходження подготовленного особого склада з навчальних центрів буде здійснено не раніше червня місця поточного року. Это предупреждаєте, а потом дальше. Командирам військових частин з виданням указу президента України організувати звільнення у запас військовослужбовців зазначених категорій на підставі визначеного пункту є пункту 1 частини 8 статті 26 закону України про військовий обов'язок до військового службу звільнення запас розпочати з 6.06.2015 року після надходження підготовленого особого складу з навчальних центрів полігонів за винятком військовослужбовців, за якими під час їх призову були збережені робочі місця та виплачується середня заробітна плата. Звільнення провести в порядку визначені даними нормативами. Звільнення провести військовослужбовців. Звільнення провести військовослужбовців. Звільнення провести в маі місяця. Звільнення провести військовослужбовців. Я доведу вам это здесь. Я смотрел в генеральном штабе по плану молодого пополнения, который будет после навчальных центров. Это конец июня месяца. Плюс то, что считайте, что до конца июня мы все служим. Вот эта фраза, будут увольняться люди, только кроме тех, которые имеют свои рабочие места. Как это будет происходить и как юристы над этим работают, наверное, думают. Поэтому вот такая телеграмма, которая... Поэтому все после праздников 11-го числа собираемся в...